Если вы не смотрели предыдущий ролик по сталкеру, то есть вероятность, что вы ничего не поймете. Привет, бойзы и гёрлзы, вы не поверите, но я живой. Он вернулся! Вернулся! Я гляжу, вы тут в прошлый раз неплохо так посмотрели ролик про тень Чернобыля, не? В таком случае было бы преступлением с моей стороны взять и не склепать вам продолжение приключений на территории зоны. Прямым продолжением является чистое небо, которое на деле не продолжение, а предыстория тени Чернобыля. Зато в менюшке музыка абсолютно та же. К слову, я снова выбираю уровень сложности мастера и тут разрешите поворчать на некоторых личностей, которые под прошлым роликом по сталкеру вдруг заявили, что я бздунишка и на самом деле халтурил на лёгком уровне сложности. Так вот, если вы реально считаете, что на лёгком уровне сложности можно халтурить, то вы скорее всего в сталкера никогда не играли и абсолютно не понимаете, что несёте вообще. Ай-яй-яй-яй-яй, фу такими быть. В этой игре мы будем наблюдать сторицу главного героя по кличке Шрам. В отличие от косипоши помеченного, он по натуре своей няша-стесняша, желающий только денюжку заработать, да батон с колбасой понямкать. Вот сейчас мы видим, как он ведёт стайку умных олдов через топи, как вдруг случается мощный природный выпук под названием выброс, который любого человека убьёт. Однако Шрам от выброса не умер. Его около бухое тело подобрали ребята из местной тайной группировки «Чистое небо» и отнесли его к себе на базу. Чтобы задаться вопросами, почему он не сдох? Отчего случился такой внезапный выброс? Как мальчики умудряются срать и при этом не обсирать яйца? Когда мы просыпаемся, к нам подходит местный дед Лебедь, в чья профессия быть лидером группировки «Чистое небо». Он поясняет нам, что так и так, случился выброс, шрам выжил, ничего не понятно, но очень интересно. Далее он оставляет нас, чтобы мы прошлись по их лагерю, поболтали с людом, а когда ножки наши разомнём, Лебедев снова позовёт нас к себе. Кстати, смею заявить, что здесь уж больно красиво выглядят рассветы. Когда я раньше с Талкера толком не играл, а только смотрел порой скриншоты и видео, мне казалось, что в игре убогая графика, но, похоже, я был максимально неправ. А ещё есть какая-то магия у серии игр «Сталкер». После того, как я закончил первую часть, мне чего-то не хватало. Хотелось обратно вернуться в эту атмосферу, и вот сейчас я снова тут. Как же это прекрасно. Что такое батон? Что такое водка? Что такое я? Наркоманы, ёбат. После того, как мы от души и сердца поболтаем с местными, нас вызывает к себе Лебедев для разговора. Для начала он рассказывает нам суть чистого неба, которая заключается в том, что они тут зону изучают и считают, что она может принести человечеству пользу в виде технологий, знаний, аниме по сталкеру и лекарств от смертельных болезней. В общем, всё было Чики-Пукич, пока не жакнул выброс и не перевернул тут всё вердном. Теперь Лебедев говорит нам, что просто так он нас не выпустит, потому что они, знаете ли, тайная организация. Жукич хитрожопый. Он ласково намекает нам, что следовало бы завоевать их доверие путём выполнения всяких заданий. Например, вот сейчас мы должны отправиться куда-то там спасать их форпост от местных бандюков-ренегатов. Нас выпускают в мир полной опасности, а ещё знакомят с главным нововведением игры. Теперь просто так артефактики мы не найдём. Забудьте проваляющиеся под ногами сокровища. Теперь, чтобы найти драгоценный предметик, нам надо с помощью специального детектора ползать раком по всей карте и стараться не сдохнуть. Сейчас, когда мы нашли артефакт, нам надо помочь одному дебику, который застрел на вышке. Но тут внезапно происходит ещё один выброс и, в общем, вот... Так, мне, наверное, надо бы от греха подальше уходить отсюда. А-а-а, нас снова жахнуло выбросом, и мы снова проснулись на базе чистого неба, боже. Лебедев после нашего очередного выживания после выброса уже даже не в шоке, а просто в ахуе. Он нам рассказывает, что, короче, происходит нехорошее колдунство. Некто не особо приятный походу пробился к центру зоны, и зоне это не понравилось, из-за чего она жахнула по самое небалуй, чтобы избавиться от негодяя. Но раз выброс был не единичный, это значит только одно. Этот негодяй ещё живой, и зона от него не избавилась. А значит, выбросы так и будут идти один за другим. Новости плохие на этом не заканчиваются. Выбросы нас не убивают, но как бы убивают. Да, обычному человека они могут ваншотнуть, но шрамы они лишь корёжат в районе нервной системы, из-за чего рано или поздно какой-то выброс будет для нас летальным. Поэтому Лебедев заявляет, что остановить ебалай любопытного в наших же интересах. С этого и начинается полноценная игра. Сейчас мы с вами находимся на болотах. Эта локация Тип является местом для нашего обучения, где мы должны понять, что к чему. Если пройдём топе, то значит и игру осилим, а если нет, то... ну, я слышал, что Дейзи из зёрля Аксоса вышла. Чистое небо знаменито своими битвами между фракциями. Тут есть несколько группировок, которые без конца между собой рубятся. И мы можем, а в некоторых моментах даже обязаны принять в них своё участие. На тех же самых болотах, без какого-либо конца, друг друга режут ренегаты и ребята из чистого неба. Под прошлым роликом Бебея некоторые осудили за то, что не рассказал про некоторые группировки в подробностях. Так что я тут попробую исправиться и рассказать вам всё. Про чистое небо вы уже знаете, им интересно изучать и следить за равновесием между человеком и зоной. А те же самые ренегаты это... ээээ... какие-то идиоты. И я сейчас не шучу. В группировке ренегатов состоят в основном изгои, которых попёрли откуда только можно. То есть там есть и бывшие сталкеры, и бандиты, и т.д. и т.п. Но почему они вдруг решили собраться в кучку и начать мочить тех же самых чистонебовцев, мне непонятно. Да и я более чем уверен, что если вы спросите какого-либо ренегата, зачем они, собственно говоря, пошли на болото, то он либо обосрётся, либо потеряет сознание, а может и то и другое. Поэтому периодически помогаем работягам убивать дегенератов и не испытываем никакого угрызения совести. Тем более убивать тут сплошное удовольствие. Не знаю почему, но мне всегда нравилась стрельба именно в начале игры, как в тени Чернобыля, так и в чистом небе. Наверное это дело в пушечке по имени Гадюка. Уж то что, а бьёт она бандюков знатно. Особенно я рад, что тут нам дали возможность улучшать пушечки. Теперь свою любимую пуколку вы можете обвешить всем, чем захотите. Помимо Гадюки я ещё Ржишка прихватил, ну так, на всякий случай. Так что болото было очищено на раз-два. Но нет добра без хуеты. В отличие от предыдущей игры, тут нет никаких заказов, которые мы можем брать и выполнять ради лавешки. Да, иногда разные работяги просят нас поискать то аптечку, то пушечку потерянную, но это не особо даёт профита. Поэтому если не хотите остаться без денег, бинтов, консиров и укусной водяры, то я советую вам помогать приятным группировкам отбивать интересные им точки. За это они будут давать вам приятные плюшки и денежку, без которой вы тут не выживете. А ещё чистое небо знаменито своими лагами, багами и другими неприятностями, которые обычному человеку будут докучать, но лично мне это приносит рофлы. Например, сейчас меня убьют, но когда я загружусь вдруг бац, и другое время. Но опять же, помните, это не баги, а очень странные аномалии. Чернобыль всё-таки. Задержались мы на болотах. Уже столько наговорил, а про сюжет нема. Для начала нам надо с помощью проводника добраться до кордона, где сидит Сидорович, так как именно он знает человека, который походу и направлялся в центр зоны. С переправой нам поможет проводник по имени Генка из славного рода вистов. Хороший мужик, хотя осталось вас немного. Он мигом доставляет нас на кордон, где, как многие из вас знают, находится военная база с пулемётом, который решетит любого, кто подойдёт. Я-то, конечно, хоть и не с первого раза, но избежал очереди пулемётной, но просто так ливать не хочу. Всё-таки вырезать военных – уж и традиция этих роликов. Команды «Разойдись» не было! Оружие к бою! Оставаться на местах! Внимание, противник! Фак! 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 Внимание! Эх, пулемётчика я убил. Студент, значит, да. Ах, точно. Вова Виста ведь уже нет. По сюжету мы должны прийти к Сидору и узнать у него насчёт челика, вопрошающего за зону. Здорово! Рад тебя видеть! Кстати, если вы смотрели предыдущий ролик, то можете заметить, что он тут более круглый, что ли. Я КЛОБОК! Ни для кого не будет удивлением, что Сидор просто так нам ничего не расскажет. Сейчас нам по его указке надо сбегать к лагерю сталкеров, у которых в плену находится мудак военный. Который знает, где скрыт нужный деду Хабар. Чтобы он нам гарантированно всё рассказал, мы убиваем его товарищей и уже с его наводки находим Хабар. Тут, кстати, чилит военный дезертир, который просит его не уб... Кстати, за то, что я управился с военными, Торгаш делает нам пожизненную скидочку. Будет ещё что-то нужно, заходи. За то, что помог уладить дело с военными, записываю тебе пожизненную скидку в моей лавке. Так что это лишний раз доказывает, что слухи про его жадность это миф, придуманный с кудаумными мемоделами. Ладно, на кордоне приятно, но надо двигать дальше. Из полученной инфы мы узнаём, что некий сталкер по имени Клык искал какие-то там детальки необычные. И Сидор отправил его на свалку, мол, там ребята раскопали кучу старой техники. Сама свалка занята сейчас бандитами, для которых мы даже можем повыполнять квесты. Если, конечно, не враждуете с ними. Шаг, киди, пошёл! На входе на свалку они, конечно, с вас трясут все ваши деньги. Но я был очень предусмотрителен и все гроши потратил на водку с колбаской. О, а вот и ведьмак. Сидор, блядь! Прежде чем двигать дальше по сюжету, я немного порофлил и чуть потусил с бандитами. Ну чё ты зеньки вылупил? Ну чё надо? Есть хабар. Пойдёт базар. Если твоя жопа приключений ищет, то считай их здесь выдают. Мало кто знает, что рабочее название этого трека славсексмьюзик.мп3. Есть базар, толкай. Нет в валинах. Местный главразбойник Йога даёт нам разные заказики на убийство ему неугодных, которые я выполняю потому что, а чему бы и нет. Ничего личного, ээээ, авоська. А вот что я обычно говорю, когда новенькие на канал заходят. Ой, ээээ, так кто тут у нас такой красивый нарисовался? Подписываешься? От одного из сталкеров узнаём, что тот самый клык дал дёру в тёмную долину, где кстати обитают ребята из Свободы. Эта группировка считает, что зона хорошая и должна быть доступна всему миру. Поэтому скрывать зону отсек, огораживать или пытаться уничтожить её, поступок довольно скудаумный. Из-за этого свободовцы не очень любят ребят из группировки Долг, которые как раз таки считают, что зона это херота на постном масле, которая опасна для человечества. Ничего хорошего тут нет, не было и не будет. Очень часто между фанатами возникают споры, кто же всё-таки прав, Долг или Свобода. Но мы с вами прекрасно понимаем, что правы бандиты. Потому что свободовцы это алкаши-анархисты, а у Долга вообще пузырь на логотипе, лол. О боже, о нет, это Никита Вист. Его загрыз насмерть какой-то биполярный алкаш. Короче, дела тут идут как обычно. На базе Свободы нам фиг кто чё расскажет, пока им квесты не выполним. Молодец! Назобрался с мутантами. Зато мы можем увидеть главную достопримечательность этой базы. Магазин Шота у Ашота. Ну, показывай, чем зона наградила. Вторым членом. Да ладно, я шучу. Ай, молодец! Ай, обманул Ашота! Будет Ашот с тобой теперь внимательнее? У Свободовцев тут своя Санта-Барбара происходит с Блэк-Джеком и наёмниками. Их, короче, тихори, но почему-то заказу убивают вот эти ребята. Я, конечно, им помогаю, куда деваться, но стараюсь особо не задерживаться и двигаюсь дальше. Босс группировки Чехов дал нам координаты КПК-клыка. Ой, какая странная подозрительная дверь. Почему-то мне кажется, что лучше сначала раздеться, скинуть все свои вещи, и только потом... Ай, да кого я обманываю? Меня тут грабанут сейчас, и лучше бы заранее отложить свои вещи. Я, конечно, не могу скинуть свои деньги, но уверен, что потом я их верну. Коллекторы лишают нас всего ценного и, возможно, даже девственности, но ничего, мы потом вернём всё отобранное обратно. Бандиты ливают, а мы находим в подвале КПК-клыка, и с нами связывается Лебедев. Наёмник, это Лебедев. И информация с ПД Аклыка подтверждает мои догадки. Неизвестная группа сталкеров побывала в центре зоны. Не знаю как, но они даже умудрились уважить после большого выброса. Лучше бы они погибли. Теперь наш главный квест направляет нас на тайник сталкеров-негодяев, которые побывали в центре зоны. Но сначала я убью негодяев, которые меня обокрали. О, вот и ящик с моими деньгами. Так, подожди-к, а где мои... Да твои... О, а вот и долговцы. Наш отряд как раз туда направляется. Держись с ребятами, целее будешь. Которых мигом раскидывает гашенный свободовец, которого пропёрла нахавчик. Боже, как же я ненавижу не агропром. Конечно, тут уже не так сыкично, как было в тени Чернобыля, но блиин. Какая знакомая комната. Где бы я мог её видеть? Группа Старелка. Да, теперь мы знаем, что именно Старелка, не путать с помеченным, побывала в центре зоны. И эти идиоты снова хотят туда двинуть. Девики чертовы. Ведь из-за них из центра может жахнуть еще раз так, да с такой силой, что зона мигом превратится в грозный. По новым данным, Старелок был на Янтаре, где обитает наш старый знакомый Сахаров. Только тут он уже не додакает. Сюжет набирает обороты. Шута получил от Сахарова блокиратор пси-излучения, благодаря которому он смог пройти через выжигатель мозгов. И это очень даже не кстати, скажу я вам. В поисках этого юродивого судьба заводит нас на территорию завода с зомбарями. Эти несчастные совсем потеряли рассудок, пока пытались понять, как укротить движок игры и сделать по нему хоть какой-то адекватный мод, который не будет вылетать и скручивать ПК в бараний рог. Вуаля, теперь мы в рыжем лесу. Старелок драпает от нас, зараза такая. Конечно, мы не имеем никакой адекватной возможности догнать его, потому что разрабы не хотели бы этого, ведь тогда сюжет не будет иметь никакого смысла. Негодяй заваливает за собой тоннель, а в обход никак не пройти, так как тут чилят ренегаты с поднятым мостом. И единственный человек, который может нам помочь, это местный дед лесник, который все тропинки и дорожки знает. Он даже знает, как правильно пойти нах... Случайным гостем забрел ко мне или как? Правда, на нашем пути к деду находится злобный мутировавший волнистый попугайчик Кеша. Чирик, чирик, хуя ку-ку, с ноги в пиздак, я дать могу. С помощью лесника мы должны освободить наемников, которые помогут чистому небу дать охраняющий мост дебекам в жбанчик. Только перед этим мы должны деду найти и отдать любопытный артефакт компас. Хотел бы я узнать, как им пользоваться, а еще лучше бы взять его да продать, но увы. Так, ребят, вы меня, конечно, извините, но тут я уже чуточку начинаю злиться, потому что начинается типичный сталкер-момент под названием финальный рыбок в сторону жопы. Дело в том, что, как и в предыдущей части, мы сейчас должны топать к финалу. И, скорее всего, во время пути наша броня, патроны, аптечки и прочий став кончатся, из-за чего под конец мы будем пытаться выживать, бегая с голой писей. После того, как мы отбили мост, Лебедев отправляет нас дальше к Припяти. Мы должны догнать старелка и не дать ему добраться до сраного центра зоны. И буду с вами честен, это просто кошмар. Я понимаю, что играю на харде и, по сути, сам виноват в своих бедах, но тут искусственный интеллект постепенно превращает мою нервную систему в решето. Мало того, что они по КД ставят мне хэдшоты с одной пулей, так еще и способность закидать меня гранатами за километры. Порой мне просто охота сесть, закрыть голову руками и со слезами на глазах сказать Не шмаляйте, не надо! Вы, конечно, меня извиняйте за мой болгарский, но это что, босс-вертолет? Эммм, чего? И вот мы близки к финалу. У меня нет ни аптечки, ни брони, но Лебедев с фанатизмом в глазах говорит нам, чтобы мы лезли куда-то туда и шмаляли из гаусс-пушки по стрелку, дабы сбить его защиту от пси-воздействия, после чего у стрелка по плану должны сгореть мозги, а зона успокоится. Однако, как бы это ни было смещено, но в какой-то момент игра походу залагала и броня стрелка слетела сама. Боже, какой-то забавный и уродивый бред. Только вот хоть стрелок и цокнулся, но от этого стало только хуже. Всех ребят накрыло пси-волной и наступил печальный конец. Мы видим кат-сцену, где все участники битвы, включая Шрама и Стрелка, оказались в масонской камере пыток, где их мозги перекодировали на служение о сознанию. С этого момента уже начинается сюжет «Тени Чернобыля». И это было чистое небо, дорогие мои ребятки. Надеюсь, вам понравился ролик, да и сама игра. Многими эта часть считается слабой, да и мне по-первых она такое показалось, но переосмыслив пару моментов, я понял, что это не так. Тут нет многих приятных моментов, как в той же первой части, да и шутера тут десятки раз больше, но игра все такая же атмосферная. А еще она дает нам посмотреть на зону не со стороны сталкерской романтики, а глазами участника боевых действий. Я считаю, что это неплохо, и такая интерпретация идеи сталкера имеет место быть. А на сегодня все, мои дорогие друзья. Если вам понравилось это видео и вы хотите увидеть ролик по Зоу Припяти, то, пожалуйста, покажите мне это. Вам всего лишь один клик, а мне бабос. Вам всего лишь один клик, а мне приятно. До скорых встреч, мои дорогие. Пока. Издеваешься? Да встрет я тебя при других обстоятельствах, и я бы... А сейчас устал и что-то. Вон, сослуживцы мои бывшие. Уже все с большими звездами в округах, штабными. Думаешь, мне делать нечего, только за вами по зоне шастать. Все задрало, все, и зона эта ваша, и вы сталкеры, и Сидорович, урод, и тварь эти. Ребята жизни кладут, они все прут, прут. Кругом только звездеть могут. Защити им цивилизованный мир, не допустим. Что генералы, что эти педики в телевизоре. Или брешут в нагрузку, или такое заливают. А вот хоть один мудак из начальства вред сходить пробовал. Так, чтобы на пузе, да между аномалиями. Или, скажем, сектора зачистить. Или за сталкерами по болотам погонять. Козлы вечно нами дыры затыкают.